Друзья, всем здравия! В сегодняшнем выпуске хочу задаться вопросом на повседневную и всем вам знакомую тему. Что же все-таки нам подают по трубам в наши человейные жилища в качестве жидкости, принятой называть как питьевая вода? Также я проведу свой эксперимент, который покажет, как та самая питьевая вода, которой нас поют, влияет на потомство обычного картофеля, который, как мы с вами знаем, очень неприхотливый во всех отношениях. Итак, год назад появилась новость, которая прошла почти незамеченной, о том, что, видите ли, Роспотребпозор забеспокоился о содержании в питьевой воде гормонов и антибиотиков. Попова сообщила, что в России введены обязательные нормативы по содержанию в питьевой воде гормонов и антибиотиков, которые туда попадают из продуктов выделения, принимавших антибиотики, от крупных фармацевтических компаний или больниц, где неправильно утилизируют медицинские отходы, уточнили в ведомстве. И как бы вскользь упоминают, что эта гармонизация проистекает из мирового опыта, в частности из европейских и ВОЗовских нормативов. Ну так вот мой вопрос, поскольку, как они заявляют, Роспозор Позорычу уже 100 лет, так чем они предыдущие 99 занимались? Что за спешка с водой такая? Помогите разобраться. Мы ввели обязательные нормативы для содержания в питьевой воде гормонов, дополнительного ряда антибиотиков. То есть мы гармонизировали с европейским, с ВОЗовским всем объемом нормативов, которые на сегодняшний день есть. Основная наша задача – набрать терпение и четко, спокойно, внятно, иногда долго объяснять, почему это нужно. Но все, что написано в санитарных требованиях, это безусловно нужно. Это безусловно нужно. Провел небольшой эксперимент, посадил самую обычную картофелину в самую обычную землю. Ничего необычного здесь больше нет, кроме того, что она росла в домашних условиях. Поливал я ее водой исключительно из-под крана. Сразу видно, что она необычайно вытянулась. Согласен, эксперимент не очень корректный. Но нас интересует лишь состояние плодов, есть ли они вообще. Ну а теперь посмотрим, как водичка, которую нас, простите, поят, действует на растения. Посмотрим, что там выросло вообще. Так, выкапываем. Ботва. И все. И все. Просто ботва. Ни одного плода не выросло. Ни одной картошинки. Это что? Камень. Получается, что плодов от водички из-под крана не будет. Ну, отрицательный результат тоже результат. Вот такая водичка из-под крана. Европейским, СОЗовским, всем объемом нормативов, которые на сегодняшний день есть. Это основная наша задача. Наоборот, терпение. Наоборот, терпение. Итак.